Международная ситуация остается непростой. И дело не только в пандемии. Постоянно возникают новые вызовы и угрозы, связанные в том числе с экономической безопасностью. Мы вынуждены на них реагировать. Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза, на этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами Армении и Азербайджаном, теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости. Ну, вы видите, после того, как Россия активно себя там повела, ну, будем говорить откровенно, Турция тоже не была в стороне. Просто в СМИ отдельных не очень это подается. Забеспокоились на Западе. Сопредседатели, так называемые, минской группы, кроме России, там Франция и США, по-моему, они готовы тут рассматривать что-то, как будет потом и почему там одни миротворцы России. Смею заметить, что там от настоящего мира, чтобы дать покой людям после войны, обосноваться на землях, из которых они ушли, чтобы там себя меньшинство тоже чувствовали нормально, от этого еще далеко. Не прекратились войны до сих пор на Ближнем Востоке, в Северной Африке, где у нас свои экономические интересы. Вызывают беспокойство, протестное настроение в нашем европейском доме, которые усиливаются на фоне ограничительных мер в борьбе с коронавирусом и террористических атак. Ну, их называют исламистами. Хотя, вы знаете, исламисты, исламисты, Франция, Германия, другие страны, ну, вы же позвали этих исламистов к себе. Вы же открыли границы и их позвали, приходите. Рабочей силы не хватало, понятно. И чего вы теперь кричите гвалтом? Вы их позвали, вы знали их культуру, их единство, веру. Ну, так вы уважаете их, если вы их позвали. Поэтому дело же не в исламистах, а дело в тех руководителях, которые сегодня управляют этими цивилизованными государствами в Европе. Да и прошедшие в Соединенных Штатах Америки президентские выборы пока не прояснили будущую политику Вашингтона. Однако самое важное для нас сейчас – это обстановка вокруг нас, вокруг Беларуси. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния, это уже внешней политики касается, чужих интересов. Я об этом предупреждал актив по всей стране выступая, предупреждал о том, что мы можем превратиться в театр военных действий. Нашлется война, не наша война, и там в этой войне наших интересов не будет. Пока идет противостояние. И наша страна практически уже сегодня стала объектом неприкрытой агрессии. Пока не горячей войны. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами.